Вперевы между картами матча LGD против Witcher Gaming Как он меня имел в виду, ну ладно, шутка не удалась Да, у нас Резоль в студии Да Как расстроение? Сегодня супер, уже полегче Это хорошо, это хорошо Ром, как тебе игра, как тебе первая карта? Ну, честно говоря, я ожидал другого результата, судя по пикам Но Вичи молодцы, они безошибочно, по сути, провели все Вот Хао молодец, вообще без единой смерти закончил игру Просто молодцы Ром Пашку сделал еще Вторую на турнире А помните, кто первую сделал? Резоль? С Сайлент? Я ультра килл делал С Сайлент, а с кем играли? С Эмпайр Отличная попытка ведущей студии аналитики Я разошелся Ребят, первый рэмпаж в этом турнире до этой игры, это был единственный рэмпаж, это был Сайлент в матче против команды CD и Си Так-то? Вот так-то Сайлент может сейчас стать просто долично их этим антимагом, они там А, да-да-да, помню ту игру, он там разошелся, вообще он их под фонтан загонял и рэмпажировал Было дело, было дело Ну Ярослав, дополни в принципе слова Романа, как тебе первая карта вич гейминг против LGD? Да, в общем-то тут особо сказать нечего, действительно пик как будто бы хорош у LGD, вроде и начало получалось элементарно, в один момент в драках их переиграли Потому что вот, ну собственно вообще мы про это говорили LGD не очень понимают, по-моему это их самая слабая сторона, когда они сильны, когда слабы На них VG начали где-то агрессировать, LGD у них нету тормозов, нет понятия, а давай как-то не будем драться, давай от и выйдем Там точно был один замес на нижней вышке, даже комментаторы это отмечали, даже комментаторы это отмечали и заметили, что можно было там не драться Можно отдать было вышку, уйти, есть Ember Spirit, ему надо еще нафармить, там ну хотя бы кристалли скупить перед дракой, у него только Battle Fury было Что-то, ну они решили подраться, им забрали Tower, им забрали всех, там собственно Хау и сделал тот самый замечательный рэмпич Ром, ты с LGD встречался в Венрах, в чем сила? В чем сила этой команды? Ты все-таки на практике можешь нам рассказать, а то мы только аналитическим взглядом Ну как раз да, это команда, которая постоянно жмет смоки, постоянно бежит на тебя, постоянно давит и ты не можешь в общем-то не сопротивляться этому Вот они пытались показать то же самое, у них довольно сильный тимфайт был, судя по пикам опять же И в общем-то Ember этого было в принципе нечем ловить до Archid, но Archid появился быстро и Хау, опять же, безошибочно, ноль смертей Постоянно врывался после Sunkin'Go, после Клапверка и проводили супер тимфайты Ну, чтобы подтвердить слова Резоля, действительно в этой игре больше смоков было заюзано LGD И вот даже по статистике чисто 4 смока и 14 человек в этот самый смок вошли, в то время как у ребят из Vichy Gaming было всего 2 смока и 7 человек в этом смоке заходило То есть они в каждой игре больше, больше, больше и больше этих смоков юзают 14 человек в смоке, это очень опасно звучит Ну, Андрей, мы вчера видели шоу-матч, где можно теоретически 2 DK зомбарем дать по 10 рым и получить 3000 хп сразу Я вот думал, я думал, у Паджика под 10 тысяч будет жизни, честно говоря, было только 5 Не дошел Я предлагаю, может быть, моменты запустить, чтобы нагляднее было, немножко посмотрим, как оно все делает и развивалось Это вот один из первых заметок, ну, собственно, вот это то место, где LGD впервые пострадали Очень серьезно от VG, при том, как мы видим, LGD сами пришли на территорию VG То есть они агрессировали, считали, что они сильнее Они, в общем-то, и были, судя по графику, немножко сильнее, но как-то драка не задалась у них здесь Не задалась драка и очень интересный момент будет после этого Такой редкий, обычный это в каких-то мувиках происходит На профессиональной сцене не каждый раз увидишь Тут гирокоптер будет убегать, он сейчас тут закончит этот весь занес Я надеюсь, этот момент до конца мы увидим И с первой, начиная с первой ракеты, потому что это очень важно Ну, да, тут с первой ракеты, мне кажется, как раз-таки это Первая ракета АСС промахнулся, но запустил вторую ракету и убил гирокоптера Эх, к сожалению, немножко... Комментаторы не показали А вот это тот самый второй момент Опять же, здесь сильно уже проигрывали парни из LGD, но они решили почему-то принимать драку на самом неудобном тавре Вот скажи, Роман, самый неудобный тавр же это для обороны Самый вообще жесткий... Роман, извини, самый жесткий момент здесь То, что просто FI столько импакта внес в этом замесе, он просто убил всех, мне кажется Да, Санкен был очень хорош Мне кажется, в каждом замесе WI-FI как раз делает для своей команды Просто отыгрывает, да, суперский этот турнир Что на Рубике, что на Санкенге показывает великолепные игры Смотрите на этого бэк-а, смотрите Ну, да, немного бык, но а что бояться, если врагов уже нет, они все мертвы И тут уже в команде, отдай, отдай, мой, это мой, мой Нет, нет, мой, нет, мой Было бы это Эмпайр, там бы Флайт добивал этого пацана, это сто процентов Чтобы рэмпач не было Не, мы всегда кричим, оставь, оставь, оставь Не, ну вот это да, в хайлайтики чтобы попасть Там команды возвращаются, но времени у нас еще хватает Ярослав, а вы делали рэмпач на ZDF? Я ни разу в жизни не сделал рэмпач на профессиональной сцене В кинь, я играл 10 лет и выигрывал, в принципе, лет, из них лет 7 Ну, достаточно много Я ни разу не сделал рэмпач Ни разу Я не знаю, как это вообще возможно Знаешь, даже у меня был рэмпач А на ком, Андрей, на ком у тебя был рэмпач? Да, в этом даже у факера, по-моему, у меня был рэмпач Слушайте, пока пришел, мы еще не уехали слишком далеко Я хочу у Тризолю задать этот вопрос, что мы обсуждали Вот практически 70% матча первым артефактом товарищи Клакверка покупают Блэйдмейл Сегодня вот мы увидели сначала Клакверка от Ксяуэйта, который взял Форстав И вот еще одного, который взял Форстав Винрейт увеличивается просто до невероятных процентов, когда первым берут Форстав Вот, как ты считаешь? Форстав или Блэйдмейл? С Блэйдмейлом ты, как бы, прыгаешь на верную смерть, но, тем не менее, ты можешь забирать Герокоптера То есть, я думаю, против Герокоптера как раз Блэйдмейл был бы хорошим итемом Но вот такие Клакверки, они просто с своего как-то играют, не знаю, они прыгают, ставят коги, запирают героя и вылетают из них Типа больше могут принести в драку Ну тут вообще два Форстава было, вот как раз-таки немножко ВГ напомнили нам, потому что в последнее время из-за нововведений всяких глиммеров Начали много очень саппортов покупать глиммер кейпов, Форставов как-то стало меньше ВГ в этой игре на Форставах очень много сделали Да, Форстав — это вообще супер тимплейный айтем, то есть ты можешь спасать, ты можешь толкать в драку и так далее Ну именно команда из Китая впервые начали демонстрировать вот эту симфонию, симфонию скилла на Форставах, да Выпрыгивая из замесов, из купола Ну это их фишка, да Ну вот там тоже момент был, когда Хао прыгал, ремпэйш сделал, его Форставнули, похилили тоже, типа спасли, по сути Так у него была бы смерть Сегодня в ВГ, конечно, очень качественные игроки Не просто так увички Причем, я думаю, они хорошо очень подготовились, потому что ЛГД бежали к ним в лес вчетвером, а они уже там стояли в пятером, то есть принимали их даже без смока Читают? Читают, да Знаете, сейчас посмотрю карту Вижена, интересная классная штука такая на дутабафе появилась, я прям кайфую от нее, карта Вижена, где были ворды, где разве Какая карта Вижена! Вообще крутая тема, очень рекомендую Реально очень крутая тема Вы думаете, я просто так с умным лицом про Смоки говорю и так далее Ну да, карту Вижена открыл Мне кажется, Виталий готовится просто к матчу против аналитиков Он готовится стать аналитиком Вот, вот, начинается вот это Вот видишь разницу, чувствуешь между комментатором, который пришел в аналитику и аналитиком А когда матч там? Матч скоро Скоро Матч скоро, Иван Скоро, ну когда мне надоест вот это вот, издеваться над ними Начинаются пики второй карты LGD Gaming против Vichy Gaming, давайте посмотрим, что же изобретут для нас в этой игре обе команды Ну, Vichy Gaming сразу избавляется от Bounty Hunter, но, в принципе, достаточно стандартный бан Да, ну зачем вы его баните, этого Лешака? Давайте пока все равно начало там бана, еще обсуждать пока совместно, давайте, Роман, разведем на инсайт какой-нибудь Давайте Давайте Роман, расскажи, как... Не, ну понятно, что... Кто будет в новом составе команды Хэм Рейзерс? Не, ну стой, ну что... Ну нормально же вопрос Понятное дело, что, конечно, настроение в команде, наверное, не из лучших после поражения Но все-таки расскажи, что чуть-чуть, ну для фанатов, для своих вообще, вот, для ваших... Кто руинил? Что у вас? Да никто руинил! Это у нас жестокая аналитика Что происходит, что, как бы, вот, как бы, вот, будете дальше бороться, стараться на мейджоры или... Почему Эш вчера напился, то есть... Ну, да, это тоже можно рассказать, это, в принципе, важно Кажется, он каждый вечер это делал Просто первый раз спалился Слишком Как школьник Так, ладно, продолжай Ну, мы пока не думали вообще об этом, типа, мы стараемся просто забыть то, что было Или ты, может, чего-то не знаешь Или, может, я чего-то не знаю На самом деле это уникальный случай Вот я обратил внимание на это Несмотря на то, что вот такое обидное поражение у ребят из Empire Все равно я постоянно вижу их в лобби Затем же карточными весельями, веселыми играми Не унывают? Вместе, 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 то есть как команда, то есть не разрозненно Ну, вот это хорошо, потому что многие сразу, кто там по своему главу все... Не, ну а пока ты тут, тогда сразу вопрос, да слухи ходят по поводу, да, пока еще никто не подтвердил это, что Valve там обязуют все команды до первого числа финализировать свои ростеры и так далее, и так далее Как вообще вы в империи к этому относитесь? То есть не мало ли это времени? Три недели осталось Ну, для того, чтобы подумать, как бы, с кем вы хотите играть, с кем не хотите играть, я думаю, достаточно То есть, ну, единственное, что все игроки разъезжаются после International, и сложно как-то собраться будет, обсудить вообще, что будет происходить Ну, можно, в принципе, просто брить Саша вообще сказал, он до первого сентября будет отдыхать, и он такой, опа, я не успеваю Можно просто брить, так что все нормально Ну, дредд... Можно, конечно, обсуждать, а можно просто... Давайте лучше, давайте лучше к пику Да, этого Да, 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 да У нас тем временем заканчивается уже вторая стадия бана Это любимое занятие драга, если ты не знал Как ты относишься к Виктору? Нравится, нравится К Виктору как относишься? К Виктору как относишься? К Виктору Виверну? Да Ну, у нас слабая Виктору Виверну была В этом, может быть, в этом и проблема Виктор, конечно, на турнире творит страшные вещи И к пекесу не было, и все Я заметил, часто вместо Дазла стали просто брать Виверну команды Но она это сумасшедший герой Обычно был Дазл ферст пиком, а сейчас Виверну против Это просто сумасшедший герой В принципе, Колдембрейс и Глиммер Кейп не то чтобы Грейв, но похоже Ну, да, да Еще и хилит Это совсем уж какой-то страх Ну и плюс он еще может просто зафокусить Нового героя Как бы... Да, кстати говоря, рейндж ульта и какой-то неадекватный Ну, вот ауэс, которого он кастуется Это просто ад какой-то... Веспа очень хорошо работает Герой Почти сразу колдуется почти без анимации И с огромного рейнджа И это супер стронг способность Как тебе против Maybe на миде игралось, Роман? И как тебе с деков 2-0 в группе убивалось-то? Ну, Maybe хорош, как бы... Но ты лучше С деком проиграли Проигрывалось, слушай Не то чтобы лучше, а просто... Было тяжело, просто он у нас как самый лучший такой мидер Пока вот из всех, кто остался, по крайней мере Он в каждой игре очень жестко делает Как-то один на один с ним было нормально Год, Сетива и Maybe, они такие очень, как бы... Как бы задроты, не знаю, как сказать Они очень много играли И очень много играли на своих, там, MSF-ах и так далее То есть хорошо исполняют Ну, вообще, кстати, вот тоже, блин, надо пофиг на пик, потом его обсудим и так далее Группа ваша, какая у вас была? То есть вот сейчас ты понимаешь, что это было, как так вышло? Мы тоже могли, кстати, выйти и ворваться в топ-6 И была бы группа B просто... Ну, зачем-то Virtus.pro обыграли Да, абсурд ситуации в том, что вполне вероятно, проиграя в Virtus.pro... Все было бы намного лучше В натике, потом в комплексе... Возможно, для них была ситуация лучше даже после этого поражения Так вот, о чем и речь, да? Они как бы начинали чувствовать силу после каждой игры, увереннее и увереннее играли И, может, это сказалось Ну, это определенно, возможно, сказалось, да Потому что, как бы вы начали с поражения, наверное, не очень это сразу как-то здорово помарали А у них каждая игра все... Лучше и лучше, да Да, и они так и разгонялись по чуть-чуть Ну, да ладно, не будем, мы грустно Не будем Давайте о пик Давайте о пик Да, действительно, а то вы... У LGD-то... Рубик... Рубик... Стандартный, очень сильный пик И этот Рубик... Не ТВ, к сожалению, но тоже сильный Рубик у ММА Ну, у них с SF-ом постоянно одна и та же стратегия игры Они берут меку, идут на товара, спушивают все И просто стараются максимально захватить пространство на карте Ну, давай, Виталий, ты так смеешься, ты на очень смешном слоте сидишь Да, я на очень смешном слоте Я просто в Твиттере прочитал пост от PPD, который пишет, что Капитан команды ZDQ, он гений Будет так тяжело еще раз собраться к матчу с деком То есть, PPD считает то, что он взял Разора и дерево против Фондом Ланцера Это Кью гений Именно Гениально На самом деле, видимо, его очень сильно удивил, что в итоге Кью поставил просто соло Баунти Хантера в сложную Взял трипулу в легкую Но, казалось бы, ничего такого супер-майнстер-геймингового тут нет Но, тем не менее, мало кто так делал То есть, у нас стоит попа в миде, которой ты особо ничего не поделаешь Они просто ставят Баунти Хантера, получают экспу на топ Он берет быстрый шестой, ставится туда тускар, получает левел А Баунти Хантер уже шестым может побольше поделать, в принципе, на карте Ну и главное, что они защитили сразу Ланцера, чтобы он там на фрифарме полным оказался По сути, ничего необычного здесь нет, просто это все умножается на интернешнл И получается реально гениальность Ну вот смотрите, опять появляется у нас вот этот товарищ Бритва Вот почему? Вот почему в прошлых двух матчах это был просто кусок героя, а здесь, походу, не кусок героя будет Не знаю, мне кажется, это просто мода, вот эта вот мета игрового дня, так скажем То есть завтра банша появится Сегодня Разор, завтра у нас еще что-нибудь будет, например, Алхимик Роман, вы играли с Разором? Да Как он герой? Ну я имею в виду с Кэрри Разором Против таких героев, как Shadow of Fiend и Разор, он очень хорош Он всас... Shadow of Fiend и герокоптер Разор против Разора, теоретически, это контра прямая Да Друг друга всасались, застанились Кстати, у нас же Рубик против Разора О, а вот и Лубик Кстати, а если накинуть лоту сорб на героя, в которого Разор всосется И это Рубик, который украл статиклик И он два раза всосется Да ну нахрен Андрей, срочно тестить Интересный момент, а зачем они взяли Луну против Разора? Ведь Разор как раз вот... Ну или тот смысл в том, что и Shadow of Fiend и Луну он одновременно всосаться не сможет? Надо еще третьего кора брать Чтобы опять-таки сделать сильнее тимфайт и просто давить Так что-то мне кажется, что вот знаешь, смотришь на ВГ АОЕ, 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 и уже как-то тяжело давить, что ли Все при том с рейджа залетает Докровенно говоря, тут да, все скилы с такого рейджа летят, что на хайграун будет крайне сложно Мне кажется, что просто Вичи подготовились, они специально отдали СФа и вот предпринимают, что будут делать против него Вполне вероятно И вот пока Виктор Виверно смотрится сильно, потому что как ни крутил он и СФ Они много и магии долгят там, но физика и больше, пожалуй, по итогам Да, ежедневная напоминалка, что у СФа на мейн-ивенте 4.11 стата на данный момент очень хорошая Да, мне кажется, СФ немножко оверрейтед на интернешнале получился Сикрет подпортили стату Так вот Сикрет МСФ все и подпортил 0.4 Мне тоже так кажется, что они как бы со своими старыми стратегиями приехали В общем-то, ничего нового не придумали И это, может, где-то их и подкосило Да, скорее всего, это их и подкосило Потому что стратегии начали не заходить Они попытались что-то новое придумать по ходу, но уже как-то не успели Толкал Undying Ну, да, тут теперь непонятно, кто кого давить собрался Ну, в принципе, у Вичи есть все шансы задавить Если как-то зашатдаунить Луну Зазонить СФа с мид И внести им побольше импакта И начать пушить Все верно Что-то с ловичками такими умненькими Он больше ничего не умеет Главное, чтобы LGD не начали пушить Слушай, а что будет? А вот эти слова, которые Лоха говорит, нельзя произносить? Нет, нет, нет Те, которые произносятся за тем столом, нельзя Ну, пол третьего ночи, в принципе, можно намекнуть Но лучше не надо Это слово начинается на S Я понял, не надо эти слова Пусть дальше в Хакаге свои растет Или во что-то у нас Это лоха А что будет, если ВГ возьмут пластпиком Что-то типа пугные пойдут в жесткий такой прям А слушай, а Тускар в бане вообще? Нет О! Нет Ну, слушай, Тусик Лина в мид, Тусик и поехали Бараба Если Вичи сейчас возьмут пугну, по-моему, действительно LGD проблемы большие будут Ну, по крайней мере, у них могут быть проблемы с выходом Хоть в какие-то арты на Луне и СФ Но непонятно, будут ли так Вичи рисковать пытаться Учитывая, что они одну игру уже выиграли В принципе, у них есть одна в запасе Можно попробовать и спушить Подпушить Ну, какой-то лейт у них все-таки есть Лина, Разор, там могут отъесться Последний пик, 20 секунд Ну, вот он, Туск Вот он, Туск Ну, я Туска с той стороны ждал просто Но немножко раньше LGD пикают Туск вот там просто хорошо заходил То есть, как бы, Виктор с Разором в легкую Лина в мид И там дабла в сложную идти наваливать Это довольно весело получается Но теперь надо что-то придумывать Пагна Пагна, Пагна Что кроме Пагна еще можно взять? Энчантрес Ну, Эмбер Спирит они могут взять Вот так же Любой лейт Риск Любой лейт Ланчера нет Антимаг не котируется Здесь, я думаю Мне кажется, это все-таки зомби для Айса и Сайса Да, вот, да, скорее всего То есть, второго Саппора А может, Лина Саппорт И сейчас герой для Фа Или он на Виверне играет? Да, я думаю, Вайн на всем играет На Виверне играет Финрир обычно Есть Дизраптор для Фа Есть Сенкин для Фа Есть Все Ну, я что-то не уверен, что это прям именно Хотя, да, наверное, все-таки это Кэрэ Снайпер Ой-ой-ой-ой Это Суппорт Лина Как мы забыли Супер это на Снайперке Начинается вторая карта LGD Gaming против Вичи Гейминг Возможно, последняя карта сегодняшнего дня Смотрим и передаем слово нашим комментаторам Да, спасибо, Иван Спасибо огромное, Иван Ну что ж, второй раз на турнире